Добрый день, это Евгений Бурин и мы продолжаем говорить о профилактике травматизма в баскетболе. Сегодня я хочу представить вам вторую часть программы, которая состоит из двух очень важных компонентов. Это пропиорецепция и динамический равновесие, динамический баланс. Вращение мяча перед собой, стоя на нестабильной платформе, удерживаю высоко поднятое колено. Выполняем по пять раз на каждой ноге в каждую сторону, позатем меняем ногу. Особое внимание следует обратить, чтобы стопа не открывалась, а постоянно была на поверхности. То есть здесь мы работаем еще очень большую работу по профилактике травм голеностопного сустава. Это упражнение выполняется также на нестабильной опоре. Задача коснуться трех точек перед собой, с боку и сзади. В этом упражнении наиболее важное – это, опять же, не отрывать стопу во время выполнения упражнения и полностью выпрямиться наверх, включая ягодичные мышцы задней поверхности бедра, при этом сохраняя полный баланс и полный контроль над своим телом. Упражнение запрыгивание с медболом в руках на нестабильную поверхность, на боссу в данном случае. Можете выбирать другую нестабильную поверхность – аэрдиск, аэрпад – это все вещи, которые у нас есть в арсенале, и также они есть у вас. Здесь задача – сделать сильный прыжок первого касания этой нестабильной поверхности, а вводить контроль над своим телом. Выполняется по восемь раз на каждую ногу. Упражнение ловли и передачи мяча стоя на боссу с опорой на стену другой ногой. В этом упражнении очень важно сохранить вертикальное положение, то есть стоять четко над опорой, а вертикаль выстраивается от ноги вверх. Другая нога только поддерживает. Мы ловим мяч, отдаем его и полностью контролируем. Выполняется по восемь-десять раз на каждую ногу. Сейчас мы переходим к четвертому блоку упражнений. Это динамическое равновесие, динамический баланс, динамическая стабильность. Все в динамике, все в движении. Основная задача этого блока – это добиться динамической стабильности забедренного сустава, направления рук, ног, чтобы правильно работали. То есть это финальная часть всей нашей разминки. После нее мы можем смело переходить к упражнению на корте, играть в баскетбол, заниматься штангой. В этом блоке динамических упражнений все они выполняются по 10-12 раз каждое упражнение. Повторюсь, они не все достаточно просты и элементарны. Одно из упражнений довольно сложное. Это последнее, когда нужно делать мах ногой вверх и приземлиться на две согнутых ноги. Требует определенной подготовки. Все они отвечают одним задачам – стабилизация центральной части тела. То есть ни в какой момент вы не должны потерять на ней контроль. О чем я хочу сказать? Что здесь вы должны контролировать из любого положения. Вы можете сменить направление, пойти вправо, лево, вперед. То есть это значит, что вы готовы к активной деятельности. Блок разминки в тренажерном зале закончен. Вы увидели 4 основных фазы, которые мы должны четко отслеживать. Чтобы составить программу, не надо повторять все эти 20-25 упражнений подряд и вместе. Достаточно говорить из первого блока 3 упражнения, из второго 3, и по 2 упражнения из третьего-четвертого блока. У вас получается 10 упражнений, которые вы можете использовать сегодня. Завтра вы берете другие упражнения и опять их используете. Очень важно здесь соблюдать последовательность от первого к четвертому, и не наоборот. Не начиная с четвертого заканчивать первым. Это очень важно, потому что построение тренировки, построение программы всегда зависит от порядка выполнения. И еще одно очень важно. Здесь больше внимания уделять технике, чем интенсивности и количеству раз. Техника, еще раз техника. Ваш контроль над своим телом – это путь к игре без травм, скажем так. Путь к спорту без травм. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!